Старинная усадьба с лестницей, ведущая в каминный зал, дамы в платьях в стиле ампир, обязательные аксессуары, перчатки и маленькие сумочки. Кавалера в строгих кителях. И какая выправка! Юные кавалеры, впервые попавшие на бал, робеют при виде столь прекрасных дам. Зато опытные в танцах кадеты смело кружат барышень, вальсируя и вызывая на их лицах улыбки. Я всегда любила святочные балы. И по сравнению с современной жизнью, это такое впечатление получается, как будто бы окунаешься в сказку, становишься настоящей принцессой. Русская школа Марии Аверьяновой работает в Подольске больше 20 лет. Многие выпускники, успешно окончив вузы, вернулись сюда в качестве преподавателей. Несмотря на то, что русская школа светская, ее ученики изучают такие предметы, как церковное пение, богословие, старославянский язык, трепетно относятся к русской истории и словесности. Хорошие манеры прививают воспитанникам с первого класса. Учат бальным танцам и правилам этикета. Бал своего рода экзамен, где ученики с успехом демонстрируют танцевальные па. Наша школа – это Русь, и здесь пахнет Россием. И ароматы Российской империи – это то, с чем мы воспитаны. Святочный бал в такой стилистике проникнут содержанием во всем. Даже сказка «Щелкунчик» была представлена зрителям не в современной трехмерной интерпретации, а как положено – на белом экране с использованием света и тени, а также картонных фигурок персонажей, как это было принято в XIX веке. Такая необычно рассказанная история останется в памяти ребенка навсегда, особенно для тех, кто был приглашен на первый в своей жизни настоящий бал. Он веселый очень. На нем так радостно и хорошо. Елена Филина, Владимир Новиков. Новости Подмосковья. Из Подольска.